Дэнди, Дэнди, мы все любим Дэнди! Дэнди! Дэнди, играть! Добрый вечер, мои дорогие друзья, поклонники видеоигр. Я прекрасно знаю, что вы держите свои приставки буквально под парами и с нетерпением ждёте начала нашей программы. А вот оно и начало. В эфире шестой выпуск программы «Новая реальность». Сегодня вы увидите. Уж больно вы хитрые. Всё хотите знать заранее и предугадывать, что смотреть, а что пропустить мимо ушей. Сегодня я такой возможности вас лишаю. Смотрите всё от начала до самого конца. Впрочем, я уверен, вы так всегда и делаете. Сегодня я обещаю вам рассказать о 12 играх для разных форматов. У нас будет 3 игры для приставки Дэнди, 3 игры для приставки Сега, 3 игрушки для Супер Нинтендо и, конечно, 3 геймбоевских новинки. Но, как вы помните, в самом конце нашей прошлой программы я не успел вам рассказать об игре Тинни-Тюн. И я хочу сдержать свои обещания и начать нашу программу именно с этой игрушки. Бакс Бамми, Бастер Баст Луис. Вот столько сразу слов на букву «Б». Бастер Баст Луис по-русски означает «бастер отрывается на всю катушку». То есть, без присмотра родителей, взрослых и практически не снедаемый врагами, он отправляется в неизвестное путешествие по какому-то отелю. Кажется, это отель или вокзал. Хотя, наличие книг говорит об обратном. В общем, количество уровней в этой игре мне до сих пор неизвестно. Очевидно, оно огромное. Ну, а что мне известно, так это то, что графика прекрасная, музыка завораживающая, хочется даже иногда потанцевать. Кстати, вы это можете прекрасно сделать, если нажмёте в меню «Опшенс» кнопку «Сан Тест». Там вы услышите все мелодии из этой игрушки. Я уверяю вас, каждый из них представляет собой маленький юмористический шедевр. Вот такая история. Самые наблюдательные из вас, я уверен, заметили, что в конце прошлой программы я обещал рассказать о Сеговской игре Тинитун, а тут, как вы видите, нинтендовский формат. Но, я думаю, вы меня простите. Тинитун, он и в Африке Тинитун. А мы давайте перейдём в формат Сеги. Буквально совсем недавно завершился самый, пожалуй, престижный и интересный теннисный турнир в мире – Уимблдон. Да, и помните, в полуфинале Андре Агасси сражался с Борисом Беккером и, увы, проиграл. Но Беккеру тоже доставился в финале, и его вышибли. Но Андре Агасси до сих пор является первой ракеткой в мире. По крайней мере, так было до Уимблдонского турнира. И вот у меня в руках игрушка, сделанная с благословления этого игрока. И, естественно, она посвящена теннису. Я сам немножко играю в теннис и могу сказать с уверенностью. В этой игре практически всё, чем обладает теннис в реальной жизни, сохранено и отражено. В неё можно играть, как вы догадались, и одному, и вдвоём. Но самое главное – это то, насколько точно и филигранно программисты перенесли игру с большой зелёной лужайки в маленький картридж. Давайте посмотрим, что нам подарит Андре Агасси сегодня в формате Сега. Опа! Поехали! Подаёт Андре Агасси. Как вы знаете, теннисист высокого класса, вроде Бориса Беккера или Андре Агасси, проводит в год около сотни матчей, то есть один матч в три дня. Поверьте мне, я ума не приложу, где Агасси нашёл время для того, чтобы консультировать, или, как мы говорим, курировать эту игрушку. Скорее всего, это просто рекламный трюк. Ну, а игра сама по себе довольно приличная. При некоторой сноровке можно выиграть даже у компьютера, но это только в одиночной игре. Самое главное, от чего я хочу предостеречь, так это от моей ошибки, когда я бил себя по голове джойстиком и кричал, какой же я бестолковый. Главное – терпение. Не забываем выключить приставку, прежде чем вынуть из неё картридж. Что я могу сказать? Теннис – это игра летняя. Сейчас лето, но я не думаю, что многие из вас могут позволить себе играть на настоящих больших кортах, потому что, прежде всего, это довольно дорого. А играть в теннис на приставке гораздо дешевле и, как говорит сам Андре Агасси на картридже его цитата, что Андре Агасси теннис, имеется в виду игра, занимает точно такое же количество нервной энергии и стратегии, которую я использую, когда сражаюсь на корте. Золотые слова и трудно им не поверить. Вперёд в восьмибитный Дэндевский формат. В моей приставке Дэнди Джуниор уже заготовлен картридж, который называется «The Ice Climber». Айс по английски – лёд, клаймб, карабкаться, взбираться куда-нибудь. Вот и получается, что это такой вот ледовый альпинист. Эта игрушка – одна из самых старинных в восьмибитном формате, но, как видите, за эти годы она ничуть не утратила своей популярности. Смотрим, как паренёк, маленький человечек, взбирается по ледяным горам и там встречает различных врагов, с которыми расправляется, ну, в зависимости от вашего умения. И мы его. Смотрим, как я играю в эту игру. По сути говоря, игра Ice Climber, наверное, ещё древнее Super Mario. Дело в том, что этот вот ледяной скалолаз появился на наших экранах ещё тогда, когда не было картриджей, а приставки были заранее запрограммированы на несколько десятков, а может быть, даже сотен игр. С тех пор прошло много лет, а мы с вами, ну, в основном, конечно, малыши, всё ещё терпеливо орудуем, разбивая глыбы вот таким огромным молотком. В нормальной жизни пингвинам стараются молотков и другого оружия не давать, чтобы они не попортили имущество полярников. Наш пингвин орудует им виртуозно. Отложим на минуточку пульт от приставки Dendy Junior и возьмём в руки то, что всегда со мной и с тобой. Это совершенно правильно, Game Boy. Сегодня у меня три игры для этой приставки, и я думаю, что одна другой лучше. Ну, взять хотя бы эту. Рыбокоп против Терминатора. Мы не собираемся вам показывать сегодня фрагменты из этих фильмов, потому что нет, я уверен, ни одного человека, который не видел Терминатора. Ну, с Рыбокопом, может быть, чуть сложнее. По крайней мере, обе этих картины очень известны, и именно поэтому создатель этой игры, фирма Interplay, решила встретиться с обоими героями в одной игрушке, то есть столкнуть их лбами. Признаюсь сразу, мне, как не очень опытному игроку, столкнуть их лбами не удалось. Но не нашёл я в Game Boy функции, как Рыбокопу сражаться с Терминатором. Может быть, её и нет в принципе, а может быть, просто я чего-то такого не додумал. Ну, а игра, как вы видите, псевдо-трёхмерная бродилка-стрелялка. Как вы знаете, и Рыбокоп, и Терминатор – люди не настоящие. Они сделаны из железа, пластмассы, мяса, колбасы и других пищевых продуктов. Но это не значит, что их нельзя убить. Ещё как можно. Поэтому будьте внимательны и смотрите на указатели жизни и здоровья. Удачи вам, Рыбокопы! Спасибо устройству Super Game Boy за то, что позволяет нам показывать вам в очень хорошем качестве геймбоевские игрушки. Напомню, что вот на таком маленьком экранчике вы, конечно же, ничего не увидите посредством нашей камеры. А вот фрагмент из этого фильма давайте с вами сейчас посмотрим. Игра называется «Возвращение джедая». Те из вас, кто увлекается фантастическим кинематографом, наверняка услышали что-то знакомое в названии этой игры. Совершенно верно. Именно так называется одна из серий потрясающей эпопеи Джорджа Лукаса «Звёздные войны». Пока я приготовлю всё к игре, мы с вами посмотрим небольшой фрагмент из этой картины. Игра называется «Возвращение джеда». «Возвращение джеда». Тише, чьюви. Помогите. Чьюви, ты что, ранен? В чем дело? Эй, Чуви, сюда. Лэндо, где он? Что, еще кто-то здесь? Где? Прекрасная картина. Очень много серий отснято. По-моему, даже еще планируется снять несколько, но это зависит от того, насколько Джордж Лукас соберется с мыслями и хватит ли сценаристам и мастерам спецэффектов новых идей. А вот все идеи, которые есть в этом фильме, использованы в этом картридже. Несколько цифр. 16 мегабайт памяти. Представляете, это огромное количество эпизодов, графики и всего остального. 19 сложнейших уровней и информации для родителей. Вот здесь, сзади на картридже, обычно некоторые фирмы публикуют данные о том, какому возрасту предназначена игра. В рамках стоят галочки. И, как видите, от 3 до 10, от 11 до 14, от 15 до 17 и от 18 и старше стоят красные галочки. Значит, играть эту игру можно, начиная с 3 лет. Когда вы покупаете игры своим детям, иногда обращайте внимание на эту информацию, иначе вы можете подсунуть своему пятилетнему малышу какую-нибудь страшную кровавую драку, от которой у него и психка придет в расстройство, да и удовольствия никакого он не получит. Играем в игру «Возвращение джедая» для всех возрастов. Кто ж такие эти джедаи? Это особая порода галактических рыцарей, которые терпеть не могут, когда вокруг себя видят какое-нибудь такое толстое, зубастое зло. Вот тогда они берут свой светящийся меч и поражают своих врагов. А потом садятся на космический космоплан и летят в голубую даль. Вы, наверное, догадались, что эта игрушка комбинированная. Здесь как бы две игры в одной. Сначала это просто аркадная драка, а потом нечто похожее на самолетный имитатор. Кстати, очень непростой. Вы сейчас видите, как играю я. И я не первый раз взял в руки джойстик. Видите, как неловко и, можно сказать, даже коряво получается у меня. Надеюсь, что у вас получится гораздо лучше. Успехов вам и не забудьте свой светящийся меч. Обладатели приставки Дэнди Джуниор и Дэнди Классик просьба не беспокоиться. Мы переходим в ваш родной доступный формат. Известная поговорка гласит «Новое – это хорошо забытое старое». Давайте тряхнём с вами стариной и засунем в приставку Дэнди Джуниор один из самых первых картриджей в мире. Это игра «Супер Парин». Тряхнём с стариной. Тряхнём, тряхнём. Помнится было время, когда ни в одной книге, ни в одном фильме, да и практически ни в одной песне нельзя было обойтись без цитат работы Владимира Ильича Ленина. Основоположника – марксизм и ленинизм. Вы уже, слава богу, об этом почти ничего не знаете. Ну а в мире новой реальности «Супер Марио» вроде Ленина наших дней. Смотрите, какой он храбрый, героический, ловкий и умелый. Главное его преимущество перед Лениным в том, что он не старается принести счастье всем людям. У него задача гораздо проще. Надо просто спасти принцессу Тоудстол. Кстати, принцесса Тоудстол переводится с английского языка на русский как «принцесса Паганка». Ну, так уж получилось, что программисты решили добавить юморку. Добавили и играть в «Супер Марио» даже 10 лет спустя. Так же весело и интересно, как и прежде. Пройдет много лет, а игра «Супер Марио» по-прежнему будет популярной. И я уверен, что она будет появляться во всех форматах. Кстати, что там говорить. В формате геймбоя уже существует около трех или четырех игр, посвященных этому усатому водопроводчику. Давайте-ка мы и отправимся в наш любимый формат – геймбой. Безусловным подарком всем мальчишкам и девчонкам можно считать вот эту игру. «Черепашки-ниндзя» – третья часть в формате геймбой. «Radical Rescue» – так она называется. Радикальное спасение. Сколько народу поспасали эти милые создания, А вот сейчас приступают к радикальному, последнему и, конечно, самому трудному спасению. У меня в приставке «Супер Минтендо» уже стоит устройство «Супер Геймбой», А в нем картридж с «Черепашками-ниндзя» частью третьей. Все, что мне осталось сделать – это включить приставку и нажать кнопку «Старт». Ну вот и дождались мы, наконец. В формате «Геймбой» наши любимые «Черепашки-мутанты». Они же по совместительству «Ниндзя-туртлс». На моих глазах один мальчик, увидевший этот картридж, буквально задрожал всем телом. Как это обычно делают герои этой великолепной игрушки, пришедшей в восьмибитный геймбойовский формат. Да, и есть чему порадоваться, и есть чему позавидовать. Очень достойная анимация. Потрясающие звуковые эффекты, великолепное управление оружием, а главное, посмотрите, насколько похожи эти Леонардо, Рафаэль, Донателло и Микеланджело на своих мультипликационных прообразах. Для восьмибитного геймбойовского формата такая скрупулезность и подробность, достойная ей богу 16-битной игрушки, очень похвальна. Попробуйте поиграть, и вы поймёте, о чём я говорю. Спасибо создателям этой игрушки за то, что черепашки «Ниндзя» теперь всегда могут быть с вами в вашем кармане. А мы переходим в 16-битный формат. Если вы можете представить себя маленьким безумным ягуарчиком в трусах и в кроссовках, если вам по зубам 8-бит игрушки, то, значит, игра Честер Чита как раз для вас. Wild Wild Quest. Дикое-дикое приключение Честера Читы. Прекрасная игра, единственное неудобство, но я думаю, вы это неудобство обязательно поборете, это то, что она производства фирмой Genesis. Значит, совершенно верно, значит, вам понадобится мега-ки. Так же, как и мне. Итак, Честер Чита. Дикие приключения на Западе Америки. В начале игры небольшой урок географии. Как вы видите, это карта Соединённых Штатов Америки с указанием пути Честера Чита. Кто ж он таков, этот Честер? Это маленький леопард в кедах, с огромным носом, в тёмных очках и с большим чувством юмора. Он, кстати, совершенно лишён оружия. Поэтому вот с такими тётками ему сражаться довольно непросто. Но при сноровке и терпении у вас это обязательно получится. Обратите внимание, что на пляжах Америки, где происходят действия игры, нет ни одной консервной банки, окурка или куска бумаги. Вы думаете, это случайно? А я думаю, нет. Сызмальство американское детвора привыкает к тому, что на улицах чисто, а на пляжах свежо и прохладно. Но это, так сказать, скрытый смысл, который вижу, может быть, только я один. А на самом деле игра очень смешная. Хотя бы посмотрите, как погибает наш Честер Чита. Ну, сердце крови обливается. Цветная, яркая, очень красивая игра. Великая вещь — обучение, опыт и практика. Ещё совсем недавно, когда только начинали нашу передачу, мы и понятия не имели, что мир игровых систем настолько многообразен. И, честно говоря, я лично очень плохо разбирался во всех этих игрушках. Сегодня я знаю практически всё и даже умею пользоваться Mega QM. Кстати, в прошлой, кажется, программе я вам рассказывал, что это за система. Те из вас, кто не видел нашу прошлую программу, в одной из ближайших передач обязательно ещё раз узнают об устройстве Mega QM. Очень нужной и важной штуки. А мы с вами отправимся-ка на просторы 16-битного супернинтендовского процессора. Там есть очень интересные новинки. У меня в руках одна из самых интересных игрушек в формате Супернинтендо. Называется она Pitfall. По-могийски это яма-ловушка. Именно в эту ловушку попадает главный герой этой игры. Под заголовок её The Mayan Adventure — «Приключения в стране майя». А главного героя игры вы все прекрасно знаете. Не догадались? Ну тогда смотрим. «Приключения в стране майя». Создатели компьютерных игр проникают туда, куда нам с вами дорога закрыта. Нет, это не джунгли, я имею в виду, а то, что они достраивают сюжеты фильмов и придумывают несуществующих героев. Как, например, этого парнишки. Как вы думаете, кто он? Это сын Индианы Джонс. В фильме, как вы знаете, никаких детей у одиночки-археолога не было. Оказывается, вот он. В 16-битном формате спрятался. А где же его прославленный отец, спросите вы? Загулял, загулял папаша в джунглях Амазонии. Загулял и пропал. Именно на поиски обожаемого родича и отправился Индиана Джонсер в опасное путешествие. Эта игра мне, как и вам, естественно, напомнила отдаленно Маугли для Супер Нинтендо. И удивительней всего, что над этими двумя играми работали совершенно разные фирмы. Как говорится, идеи носятся в воздухе. Удивительное дело, когда играешь на компьютере, время облетится со скоростью света. Я в наших прошлых программах обычно не успевал рассказать обо всём, о чём намечал. Но вот сегодня, кажется, время нашей программы позволяет мне выполнить обещания. У меня осталась одна игра для Сеги и одна игра для Геймбой. И ещё целых 4 минуты эфирного времени. Начнём по порядку. Итак, 16-битный формат. Игра Зул. Производство 1992 года. Сделано для системы Genesis. Значит, нам понадобится Мегакей. Зул так зовут Ниндзю, который орудует в девятом измерении. Что такое девятое измерение? Это измерение вашего воображения. По крайней мере, так считают создатели игры. Фирма GameTag. Посмотрим, что ж такое Ниндзя в девятом. Напоминаю, в девятом изображении измерения. Все совсем слова перепутал я, но это ничего не значит, потому что главное это игра. Эх! Поехали. Увидев начало этой игры, я сразу подумал, так это же Суперсоник. Зачем же понадобилось компании Сега выпускать подобную игру? Так, я думал, пока не увидел вот эту, сейчас вы её тоже увидите, надпись. Ага, Чупа-Чупс, конечно. Это так называемая спонсорская игрушка. Компания, производитель сладостей, напитков, жвачки, бутербродов, колбасы, да чего угодно может заказать фирме-производителю компьютерных игр игру под себя, в которой действие происходит, как вы видите сейчас, в сладком карамельно-шоколадно-мороженном царстве. Там и орудует вот этот симпатичный Ниндзя в повязке и с рожками. Сейчас вам предстоит, может быть, впервые возможность увидеть то, чего вы никогда не видели. Дело в том, что я могу попросить наиграть эту игру какому-нибудь профессионала, вроде вас. Есть много 12-13-летних мальчишек, которым любая игрушка по зубам. Но я решил всё сделать сам. Давайте посмотрим и вместе посмеёмся надо мной. Как вы поняли, моя задача пробраться дальше, вправо по уровню. Но в течение целого часа, наверное, у меня это так и не получилось. Ну и, наконец, последняя игрушка в нашей сегодняшней программе. Всё аккуратно кладём на место. Время нам позволяет с вами несколько расслабиться даже. Кто-то из вас может взять, идти сорвать с грядки огурчик, помыть его и съесть. Но это тот, кто не хочет узнать о самой последней игре для приставки Game Boy. Это Микки Маус Дэнджерос Чейз. Смертельная погоня Микки Мауса. Я, честно говоря, в эту игру ещё не играл. Сейчас вместе с вами будем наблюдать. Но, что меня радует. Производство фирмы Capcom. А вы знаете, что эта фирма прославилась тем, что сделала примерно одну четверть ваших любимых игр. Чё стоит один Street Fighter, например, производство этой фирмы. Вытаскиваем картридж из коробочки, ищем и находим устройство Super Game Boy. Вставляем туда картридж, и приставка Super Nintendo работает сегодня для нас в последний раз. Опасная погоня Микки Мауса. Скажу вам сразу по секрету, в начале игры ни в коем случае не выбирайте девчонку. Берите только парня. Девчонка в этой игре вообще играть не умеет. По крайней мере, у меня ей играть не вышло. А вот пареньком Микки Маусом я пробрался довольно далеко. До третьего уровня второй стадии. Ну, может быть, кому-то из вас это не покажется рекордным, но я изрядно помучился, прежде чем научился перепрыгивать врагов. А главное, постиг секрет этой игры, которая заключается в том, что кирпичи, в огромном количестве разбросанные то тут, то там, можно брать в руки и поражать ими своих врагов. Для этого нужно нажать кнопку «Ой, чуть было не проболтался» и лишил вас интереса и радости открытия. Нет уж, дорогие мои, давайте-ка геймбой в руки и сами до всего своим умишкам. Успехов вам! И на этом, увы, наша передача, кажется, подходит к концу. Электричество в мире кончилось. Программисты перестали разрабатывать новые игрушки. Все приставки поломались. И в мире воцарилась тишина. Вот такой страшный сон мне приснился сегодня ночью. Но, слава богу, это был только сон. Всё по-прежнему хорошо. И мы с вами обязательно увидимся ровно через неделю. И вы увидите седьмой выпуск программы «Новая реальность». Но это только через неделю. Пока! А вы не сидите без дела. Возьмите ручку, бумагу и напишите нам обо всём, что вам нравится. Присылайте нам описание игр и всё, что хотите. Мы ждём ваших писем.